Дорогие друзья, уважаемые единомышленники, добрый день. Сегодня я вам хотел представить Виктора Юрьевича. Виктор Юрьевич – профессионал, специалист по стресс-менеджменту. Мне представляется, что так уж сложилась жизнь нашего общества на сегодня, что тема, к сожалению, стала чрезвычайно актуальной. И поэтому, Виктор Юрьевич, в двух словах для начала представьтесь нашим зрителям. Конечно. Большое спасибо, Виктор Алексеевич. Действительно, многие говорят о том, что вокруг нас зашкаливают стрессовые факторы, с которыми мы не всегда можем справиться самостоятельно. Поэтому тема стресс-менеджмента как такового и разных технологий стресс-менеджмента действительно представляются сейчас очень актуальными. И более того, несмотря на то, что они на слуху, мало кто знает, что наполняет. И из каких, собственно, частей состоит эта дисциплина, и в каких областях ее может применять любой обычный человек. Да, действительно, в течение достаточно долгого времени, и по роду своей работы мы занимаемся такими исследованиями и практическим применением технологий стресс-менеджмента, начиная от вопросов профилактики стресса, и заканчивая уже, скажем, как финальная такая точка в случаях, когда человек не может справиться с этим самостоятельным применением, в том числе аппаратных приборных технологий, так называемая аппаратная психокоррекция, в тех случаях, когда воздействие стрессовых факторов является чрезмерным. Ну вот я хочу сказать, что у меня на курсе, у меня своя онлайн-школа, народ там в основном мировоззренчески очень зрелый, грамотный, но тем не менее вот именно они просили меня в том числе с вами такой разговор провести, потому что тема, она действительно требует, наверное, более глубоких познаний. Я вам в двух словах свою позицию могу пояснить, как мы ее подаем на нашем курсе. Ну мы прежде всего говорим о том, что в основе всего это мировоззрение человека, его вера Богу, вера в то, что все, что происходит в жизни, оно все-таки происходит наилучшим образом, из всего возможного, но, к сожалению, при той нравственности, которая в обществе господствует. Поэтому вот умение принять то, что происходит, конечно, очень непростое дело, потому что зачастую человек несет ответственность в конечном счете не за себя самого, а вот за то, что происходит в мире в целом. И, конечно же, мы всегда ссылаемся на того же Виктора Франкла, который заявлял, что, наверное, единственное, чем человек на 100% владеет исключительно сам, это то, как он отнесется к тому или иному событию, к тому или иному явлению. Мне вот вспоминается как-то эпизод с Сократом, когда так его оскорбили жестоко, а стража хотела вступиться, а он успокоил их. Нет, если вы начнете возражать, то, значит, вы приняли это. А я это не слышал, это меня не трогает, потому что я сам себе хозяин. И вот, наверное, это пример того, когда действительно можно грамотно не столько выйти из стресса, сколько не входить в него вообще. Такие ситуации тоже возможны. Ну, конечно же, зачастую, особенно в наш век, ну, когда вот вы мне сами, по-моему, эту цифру и называли, до 80% сегодня разводов, конечно, вот ситуации, которые так или иначе оставляют след в психике, в истории, в судьбе человека. И поэтому хотелось бы поглубже понять все-таки уже теперь ваш профессиональный взгляд на менеджмент вот такой реально антистрессовый. И потом, мне удивительно, я вот сейчас посмотрел ваш кабинет, значит, антистресс, и в то же время, значит, вот стоит оборудование достаточно сложное, полиграф в том числе, можно пояснить, как вот и общие проблемы, и как это увязано вот с такими вопросами, как полиграф, допустим. Да, конечно. Если позволите, я начну с небольшой предыстории, которая имеет отношение как раз к этой сфере деятельности. Достаточно давно, вот, скажем так, интерес к технологиям антистресса был связан с практическими задачами прохождения полиграфа. То есть, есть такой прибор, который в простонародии называют детектором лжи. И все бы ничего, если бы он реально являлся детектором лжи. Вот, но, к сожалению или к счастью, таких приборов не существует. То есть, тот прибор, о котором мы говорим, детектором лжи не является от слова совсем. Он просто считывает некие стрессовые факторы, ну, микрострессы, которые испытывает человек, когда ему задают какие-то вопросы, которые на самом деле никак не связаны напрямую ни с правдой, ни с ложью. Есть очень много объяснений, почему у человека могут быть повышенные реакции на полиграфе. И не факт, что это потому, что он врет. Поэтому часто получается, что действительно, ну, вот, достаточно большие сложности с этим прибором имели самые честные люди. Потому что как-то мы меряем других своей меркой. Это люди, которые относились к себе очень требовательно. И, соответственно, их организм, их психика выдавала ненужные реакции, которые просто неправильно истолковывались. Да, у нас нет закона о полиграфии, поэтому, скажем, это принятие таких решений часто было на усмотрение, ну, либо работодателя, либо там руководство, которое направляло их на эти тесты. И это имело часто негативные последствия. И мы стали задумываться, а в чем причина и как можно оптимизировать вот такое поведение. И так мы постепенно подходили к изучению технологий стресс-менеджмента и управления стрессом, потому что технологии одни и те же. Неважно, для чего человек обучился управлять стрессом. Для того, чтобы пройти полиграф, либо для того, чтобы нормализовать свои отношения в семье, либо для того, чтобы, допустим, он мог в условиях высоких эмоциональных нагрузок выдерживать такой интенсивный ритм. Но вот если коснуться мировоззренческих аспектов, с которых вы начали, ведь основой стресс-менеджмента является, ну, возможности устранения тех факторов, которые мы можем устранить. Если, позвольте, я приведу такую метафору. Часто люди используют ее, когда говорят, что в жизни есть разные полосы. Белая полоса, черная полоса. Вот. Вы наверняка знаете это сравнение. Ну, как вот зебра. Единственная проблема в том, что мы смотрим это как на пешеходный переход перед собой. А если развернуть это на 90 градусов, изначально-то мы идем по белой полосе, но иногда сворачиваем не туда. И мы не всегда видим этот момент, когда мы свернули не туда. Ну, ошибка под влиянием каких-то факторов, когда мы отошли от своего, ну, такого вот, можно сказать, оптимального маршрута. Коридор судьбы, да. Его можно называть разными словами. Если человек верующий, ну, можно сказать, что это промысел Божий. Если человек, допустим, атеист, он может, ну, другими терминами это описать. Но это не меняет сути. Изначально у нас белая полоса, но иногда нас немножко от нее уводит. И когда возникает стресс? То есть часто стрессовые вот такие реакции – это сигнал. Ты свернул не туда. Тебе немножко левее. Тебе, в принципе, не нужно там быть. Потому что, когда, допустим, возникают вопросы о огромном стрессе на работе, а ты вообще на той работе находишься, на которой должен находиться? Или вот когда мы говорили о большом проценте разводов, а все ли браки действительно должны быть заключены? То есть это действительно свешенное и, ну, истинное решение. То есть какая доля позитива в этих разводах? Она всегда есть, и человек может страдать всю жизнь. Поэтому на самом деле стресс часто – это позитивная реакция, которую испытывают не только человека, а и другие живые существа. То есть можно сказать, что это такой резервный источник энергии. Ну, для чего он предназначен природой? Вот мы, допустим, в дикой природе идем, там встретили медведя. Вот это реакция бей-беги, когда у нас идет выброс гормонов, которые позволяют быстро высвободить большое количество энергии. То есть либо атаковать медведя, пока он не опомнился, либо убегать от него, пока он вас не заметил. Но проблема в том, что у нас в городе, в обычной нашей жизни, не очень часто медведи встречаются. А вот эта кнопка высвобождения резервных таких мощностей энергии, она постоянно нажимается. Ну, и в результате ресурсы нашего организма начинают постепенно истощаться. Закон природы, любой стресс должен быть отработан. Так вот, навыки управления стрессом, по-вашему, они как выстраиваются и к чему сводятся? Первое. Ну, вы совершенно правильно привели пример с мировоззренческими основами, потому что человек с вот таким сформированным, ну, можно сказать, антистрессовым мышлением, он просто не получает значительной доли вот таких вот стрессогенных факторов, с которыми сталкивается другой человек. Ну, и мы не будем говорить о том, что если организм человека истощен, там, как химическими воздействиями, там, ну, совершенно сбитым графиком, ритмом, если он, там, в черте как питается, не высыпается, и, там, истощая этими разными химическими веществами, у него нет того потенциала сопротивления даже очень небольшим воздействием внешнего мира, и они начинают выбивать его из колеи. То есть, на самом деле, это можно натренировать. Но если мы будем говорить о, скажем, запредельных стрессовых воздействиях, которые, допустим, могут испытать люди, ну, в ходе боевых действий, в ходе, сталкиваясь с, ну, действительно, большими... Ну, да, семейные, грамм сколько угодно бывает, и все, да. Смерть близких, там, смерть детей, там, уход родителей, болезненный развод, банководство, тюрьма, контузия. Когда человек видит совершенно несправедливое поведение, которое его шокирует, безусловно, он не всегда может справиться с этим, и в этом случае, ну, то есть, условно говоря, пациенту с острой болью нужно сначала снять боль, а потом уже можно помочь ему выбраться из этой ситуации. Да, вот любопытно то, что вы считаете аппаратные средства лишь маленькой добавкой к тем мировоззренческим ресурсам, которые заложены у каждого из нас, и которые должен, в общем-то, ну, еще раз говорю, что при истинной вере Богу он способен воспринять произошедшее так, как оно произошло. Я вспоминаю даже вот ситуацию со своим близким товарищем, у которого была такая семейная, очень серьезная драма. Ну, вот после беседы со мной, мне показалось, он успокоился, потому что он смотрел на все земного плана, что называется, и тогда действительно понять это сложно, почему так произошло, потому что мы считаем все-таки, что случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. И здесь как-то это не вписывалось, вот в эту формулу. Ну, я ему тогда пояснил одно, что мы же не знаем миссию, если угодно, души человека, да, и той самой эфирной сущности, которая есть у него. Возможно, что вот такие люди оказались просто востребованными уже на каких-то иных планах бытия, которые в моем представлении существуют. Ну, по крайней мере, после того, как я ему изложил свою версию, он иначе стал смотреть не только на мир, но и на произошедшее вот в его семье, и мне показалось, что я вернул его к жизни там тем самым. Ну, и теперь, может быть, если поговорить о некоторых вопросах, уже таких ближе к вашим технологическим вещам, вот что же все-таки вы понимаете под термином аппаратная психокоррекция, да, вот там, когда уже мировоззренческие усилия человека, его вера Богу, его понимание происходящего включены, но еще остался большой фрагмент проблем, потому что часто мы говорим о том, что ум надо уметь развивать, чтобы он быстро-быстро все схватывал. Здесь, наверное, ситуация обратная, потому что, как известно, формула для непрофессионала, понятно, лечит только время, да, чтобы не произошло, но восприятие этого через день, через неделю, через год и через три года, оно абсолютно разное у любого человека. Так вот, аппаратная психокоррекция позволяет ли она как-то вот эти, ускорить вот в эту сторону, уже в обратную, процесс перестройки мозга, когда вот оказаться в ситуации, в которой надо было бы быть через три года, а войти в нее намного раньше. Вот это и есть ваша задача, правильно я понимаю? Конечно, я бы дополнил, что к вере Богу, если добавить понимание законов, по которым работает наша психика, то это позволяет существенно ускорить и сократить вот это время, которое необходимо человеку для того, чтобы справиться с стрессом. Условно это можно назвать машиной времени. Когда естественный процесс занимает условно год, мы его можем сократить до недели. Это от года до недели даже, да? Достаточно, ну, это хороший результат. За счет чего это происходит? Вы сказали такую, действительно, верную фразу, что время лечит. За счет чего оно лечит? Была замечена такая закономерность о том, что, ну, допустим, какая-то стрессовая информация, какой-то стресс, который мы испытали, что-то негативное. Это, если мы говорим о психофизиологии нашего головного мозга, это такой сгусток нейронов. Ну, то есть, можно его вот просто представить для образа в виде сгустка, сквозь призму которого человек начинает воспринимать все события окружающего нас мира. То есть, они идут ему не напрямую, а через этот фокус. Совершенно верно. То есть, это, ну, как будто у нас на глаза надели какие-то очки. Человек, допустим, у которого там был болезненный опыт какого-то. Ну, допустим, берем там развод. Болезненный опыт взаимодействия с партнером. На следующих этапах, допустим, выстраивания других уже отношений этот опыт начинает сказываться и тормозить развитие уже других нормальных здоровых отношений. К примеру, у человека умер кто-то близкий. Он выходит на улицу, и он видит смеющихся людей. Он понимает, что у них другая жизнь. Они не знают про его горе, но внутри начинает расти раздражение. Как вы можете смеяться вот в этот момент? Это происходит непроизвольно и не поддается нашему сознательному управлению. Каким образом это можно, скажем, минимизировать? Подметили, что есть такая взаимосвязь между зрачковой реакцией и активизацией разных полушарий нашего головного мозга, где хранится информация, в том числе и стрессовая. Когда говорят, время лечит, обычно имеется в виду именно вот это. Дело в том, что у нас у всех природой встроен механизм естественным образом справляться со стрессовыми реакциями. То есть он у нас всех, как говорится, по умолчанию заложен. Что для этого нужно? Для этого человек должен просто спать. Хорошо спать. Во время сна, когда, допустим, мы просматриваем какие-то сновидения, вот наше подсознание начинает вплетать произошедшие события в ткань сновидения, совершенно без нашего на то участия. Ну, наверняка многие, допустим, замечали, что если что-то такое происходит, это так или иначе отражается, ну, в том числе и в наших снах. То есть там тоже призма присутствует, через которую сны проходят. Когда подсознание начинает крутить эту ситуацию с разных сторон, в разных вариантах, таким образом прорабатывая разные ее аспекты. А что происходит, когда человек спит и просматривает сны? Ну, это легко очень определить. У нас всего две фазы сна. Глубокий сон и вот так называемый быстрый сон со сновидением. Во время глубокого сна мы, как телефон, который находится на подзарядочке, мы просто заряжаем свою энергию и восстанавливаем свои физические силы. А во время так называемого быстрого сна мы просматриваем сновидение, и психика работает в том числе с таким вот, ну, в том числе и болезненным контентом, который есть. У нас под закрытыми глазами двигаются зрачки. Зрачковая реакция. И в этот момент у нас начинает активизироваться разное полушарие, и информация, которая являлась стрессом, начинает распределяться. То есть, ну, грубо говоря, это можно сравнить с утюгом, который разглаживает вот такой вот сгусток. Ну, допустим, если у человека умер кто-то близкий. Ну, допустим, в первый день и на девятый день, когда там собираются люди. Или на сороковой день. Это совершенно разные переживания. Или через год, тем более. Или через год. То есть, да, человек не забывает то, что произошло, но такой острой реакции уже нет. Остается некая легкая грусть, такая, ну, можно сказать, интеллектуальная реакция. Физической реакции на уровне психики уже практически нет. Если мы специально не будем эту ранку расцарапывать. То есть, так организм справляется со стрессом. В чем ограничение? Дело в том, что наша психика – это такой, ну, большой котел, где вот переваривается все. И то, что было, допустим, вчера, и то, что было месяц назад, и год назад, и за всю прожитую жизнь. То есть, стрессовое событие, допустим, интенсивность которого мы хотим снизить, мы не можем для него установить приоритет. Что давайте вот сейчас обработаем именно его, а все остальное чуть-чуть подольше. То есть, технологии и аппаратура, которую мы используем, позволяет это сделать. Мы можем таким образом зашлифовать стрессовый реакция на какое-то конкретное событие, которое человек хорошо помнит, осознает. Таким образом у него получается, ну, то есть, он, как бы, включает машину времени. Вот индивидуально именно вот для одной конкретной этой темы. Понятно. А тогда, если можно, вот непосредственно о такой аппаратуре, которую вы используете, что это такое? Ну, есть такая технология, которая, опять же, не мы являемся ее изобретателями. Русский, она называется ДПДГ. Ну, такое научное, такое название, десенсибилизация и переработка движениями глаз. То есть, что нужно для того, чтобы такая аппаратура была эффективна и могла помочь человеку. К примеру, она хорошо работает с вот такими проблемами, как посттравматическое стрессовое расстройство. То есть, когда есть какой-то конкретный стрессовый фактор, который человек понимает, осознает, он его помнит. Ну, вот как вот мы говорили, допустим, развод, смерть, там, вот война, изнасилование, какие-то другие стрессовые факторы, которые человек очень хорошо... Причем он даже может быть не готов про это говорить. То есть, в отличие от традиционных психологических методов, которые, ну, иногда сводятся... У вас проблемы? Давайте поговорим об этом. Да, расскажем. То есть, человек может быть не готов говорить о том, что для него является чрезмерно болезненным, но, тем не менее, ему можно помочь. Для этого достаточно просто фокусировать его внимание на отдельных словах-триггерах, которые запускают цепную реакцию. То есть, если мы возьмем какое-то стрессовое событие, у него всегда будет так называемое семантическое ядро. То есть, ну, грубо говоря, про что этот стресс? И для того, чтобы человек задействовал вот весь потенциал своей психики, ему не нужно проговаривать это длинными фразами. Наш мозг мыслит образами, символами. То есть, достаточно, допустим, одно, там, два слова, которые для постороннего не будут ничего значить. Но для человека это будут ключи для входа. И чем точнее будет собрано это семантическое ядро, тем, соответственно, более эффективно. Вы, значит, фиксируете реакцию на те или иные слова. Я понимаю, что, к примеру, если произошла автомобильная катастрофа, да, то слово автомобиль, оно сразу будет зафиксировано вами. При этом допустим авария или ДТП. И вот на этой стадии мы используем полиграф. Мы используем детектор лжи не для того, чтобы выяснить, как сказать, вот врет человек или не врет. И, как я понял, это вообще и не вырежет. Совершенно верно. Проблема в другом. Мы никому не врем так часто, как сами себе. Часто, когда мы говорим о действительно экстремальных стрессовых воздействиях, человек начинает не с самой сути, он начинает издалека. Как бы постепенно, ну вот, обходя острые углы, это действительно очень распространенная реакция психики. Можно ли добиться этого без полиграфа? Конечно, можно. Просто нужно будет очень много времени. Там, ну, там 5, 6, там 10 сеансов работы с хорошим психотерапевтом. И он сможет собрать то же самое с использованием того же самого полиграфа. Это можно сделать за один сеанс, таким образом помочь человеку. Нас не интересует, что было за этим. Нам просто нужно собрать те слова-триггеры, которые действительно будут вызывать значимые реакции. И дальше что вы с ними делаете, когда эти слова выявили? После этого такое, так называемое, семантическое ядро, когда оно собрано, оно загружается в компьютерную программу, которая ставится перед человеком просто на экран, монитором вводится. И дальше запускается прибор, который активизирует вот так называемые зрачковые реакции и активизацию разных полушарий нашего головного мозга. Таким образом, ну, то есть как это выглядит физически? Это панель, где такой специальный светодиодный маячок начинает двигаться влево-вправо, за которым человек должен следить глазами. Перед ним экран монитора, на котором периодически начинают всплывать вот те самые слова-триггеры, которые и являются сутью его переживаний. При этом там, допустим, ну, создается обстановка, которая способствует полному расслаблению, релаксации наушники, там белый шум, приятное музыкальное сопровождение, где-то которое тоже пульсирует. Там левый наушник, правый наушник, для того, чтобы этот звук активизировал разные полушарии. То же самое подключается кинестетика, небольшие такие вот жужжалочки. Таким образом, мы по всем трем каналам и через глаза, и через аудиальный канал, и через кинестетику, получается, стимулируем, ну, это то, что часто говорят, там, альфа-ритм или альфа-состояние. Ну, а если простыми словами, спокойное, расслабленное состояние человека, на фоне которого постепенно, когда он заходит уже в это состояние, начинают демонстрироваться стрессовые триггеры, которые и являются сутью его проблемы. И получается, мы перезаписываем реакцию на какую-то конкретную тему вот с помощью таких приборов и технологий. То есть, может быть, звучит не очень понятно, но на самом деле технология, о которой я сказал, она известна, она, допустим, рекомендована ООН для работы в чрезвычайных ситуациях, медицинных катастроф. То есть, она известна в мире, в России не очень распространена почему-то. Хотя, ну, кто-то и аппаратные технологии, вот именно, допустим, такой психокоррекции, у нас, ну, очень мало где есть, хотя они очень эффективны. Ну, понятно. То есть, суть воздействия – это биопылевые процессы, да, которые отработаны. Это одна из технологий, которые мы используем, не единственная. И это на уровне такой биосенсорной психологии. Я понял, что все, причем, как вы сказали, он глазами видит, он ушами слышит, сенсорика работает, и мозг включается, переключается уже в какую-то другую программу. Да, совершенно верно. Ну, а вот если говорить о сроках воздействия вот такими аппаратными методами, это все-таки трансформация и уход в новое состояние, или некоторое время прошло там, а через неделю может опять возврат в стресс? Здесь мы используем те же самые механизмы работы нашей психики, которые у нас подключаются во время сна. Ну, допустим, когда мы говорим «время лечит», навсегда ли оно лечит? Ну, по той теме, по которой излечила, навсегда. И как быстро лечит, да? То есть, просто мы ускоряем течение времени по какой-то конкретной проблеме. Если человек не наработает что-то другого, естественно, это не дает абсолютной гарантии, что человек не получит новый стресс, ну, по какой-то уже другой теме. Но то, что переработано, это переработано навсегда. Оно не возвращается. Это не анестезия, которую там вкололи на время, потом она прошла и снова начал болеть. Нет, это изработано. То есть, из вашего опыта, если человек прошел эти процедуры, то это реальное включение уже в новое состояние? Совершенно верно. То есть, по той теме, которая проработана, там нет возврата реакции. И их, в принципе, не может быть. Ну, и, пользуясь случаем, я хотел вас попросить уже как профессионала, может быть, дать какие-то практические советы тем, в том числе, вот, и зрителям моего канала, которые ко мне с такими вопросами обращаются. А вот то, что вы непосредственно могли бы посоветовать уже на таком житейском, если угодно, мировоззренческом плане, помимо того, что вот при случае можно обратиться к вам, я понял, что координаты вы дадите свои, если будет интерес у слушателей. Существует достаточно большое количество, в том числе и современных технологий. Я сейчас не хочу вот говорить о самых таких простых и базовых вещах, которые, когда говорят о стресс-менеджменте, ну, все подразумевают, такие как здоровый образ жизни, физическая активность, дыхательные технологии, хотя, безусловно, это все действительно тоже важно. Когда мы говорим, допустим, о дыхании, о каких бы технологиях мы ни говорили, там очень простой принцип стоит за этими техниками. Наш организм воспринимает, допустим, наше сердце, вдох как работу, а выдох как отдых. Поэтому, допустим, если мы меряем свой пульс, мы обычно меряем количество ударов в минуту. Если мы возьмем количество ударов не в минуту, а в секунду, это будет не такая вот прямая, а это будет синусоид. На вдохе наш пульс будет ускоряться, это нормально. На выдохе он будет замедляться. Соответственно, если человек хочет получить больше энергии, ну, допустим, пробежать стометровку, у него будет акцент больше на вдохе. Если он хочет расслабиться, значит, на выдохе. Это будет влиять и на сердце, это будет влиять на пульс, и, соответственно, на стрессовые реакции, в основе которых, допустим, адреналиновая реакция, которая идет, наведет к ускорению пульса. Соответственно, противоположное будет вести к замедлению. То есть, внимание нужно направить или на вдох, или на выдох, правильно? В зависимости от того, что человеку нужно. Это будет суть любых дыхательных методов, о каких бы мы ни говорили. Будь то там пранаяма, либо там есть сотни, наверное, разновидностей дыхания, которые будут отличаться очень небольшими нюансами. Но у них у всех будет вот этот базовый принцип, понимая который, можно это управлять. существует сейчас достаточно большое количество уже таких новых современных решений, которые тоже имеют достаточно такое интересное воздействие для профилактики стресса. Ну, допустим, все знают, что закаливаться полезно. Хотя ведь это же тоже стресс. Ну, допустим, в крупных городах есть такие аппараты, называется крио-сауна. Это когда на короткое количество времени человек испытывает воздействие сверхнизких температур. То есть, ну как, на сколько сверхнизких? Минус 140, минус 160, минус 180 градусов. Очень короткое, там, 3 минуты. Ведро воды на голову, холодное, это тоже, в общем-то, шаг. Совершенно верно. Единственное, как бы, ограничение, что в этом случае холод не проникает внутрь. То есть, вот в чем отличие, допустим, вот этих вот современных, допустим, технологий, которые используются, там, допустим, когда человек там заходит в крио-сауну, холод начинает проникать внутрь тела. И для того, чтобы, соответственно, восстановить даже термический баланс, активизируются вот эти защитные системы организма. Они могут активизироваться и при обычном закаливании. Единственное, для этого потребуется больше времени. Насколько я понимаю, я помню, когда встречался с Ивановцами, то, конечно, я так для себя понимал, что ведро воды на голову запускает некие такие глубинные процессы аварийные, когда разогревается тело, они инерционные, они включаются, и потом идет профилактика, потому что температура тела начинает повышаться в контроле с точками. Ну, вот сейчас популярны методики, допустим, и дыхание по Виму Хоффу, там, известный такой товарищ, который, ну, практически то же самое, что и Порфей Корнеевич Иванов там делал, вот, в Шлёпанцах, там, восхождение на горы, на ледяные вершины, вот, длительное время нахождение в ледяной воде и так далее, и так далее. Или, допустим, мы будем говорить про тибетских монахах, которые активизируют ту-мо, таким образом нагревая, допустим, мокрую одежду, которые не обмотаны в холодном климате, то есть для того, чтобы генерировать это внутреннее тепло. Это тоже будут технологии антистресса, потому что защитные резервы организма в этом случае усиливаются настолько, что, как бы, порог, вот, большей части стрессовых факторов становятся слишком высоки для того, чтобы они влияли на человека. То есть, да, это имеет значение. Помимо этого, существует, допустим, ну, вот в 60-е годы проводились исследования по сенсорной депривации. Каким образом человек, допустим, будет реагировать и будет находиться, если все внешние стимулы вдруг пропадут? Ну, то есть, допустим, мы закрываем глаза, это внутренний мир. Мы открываем глаза, это внешний мир. А если создать такие условия, что нет никаких стимулов от внешнего мира, то есть, получается, теряется грань между внешним и внутренним. Ну, допустим, сейчас в современном мегаполисе это реализовано в капсулах флотинга, которые есть, ну, слово плавать, флот. То есть, это капсулы, которые, допустим, там вода нагрета до температуры человеческого тела, а при 35 градусах у нас выключаются рецепторы. То есть, допустим, мы руку опускаем, и мы не чувствуем ее как воду. Мы чувствуем просто как чуть более вязкую субстанцию. Но ни тепла, ни холода. Да, потому что, ну, то есть, мы обманываем наши органы чувств. Ну, и, допустим, в основе флотинга, то есть, там сверхконцентрированный раствор английской соли, который держит человека, то есть, раствор, который в 4 раза более плотный, чем в мертвом море. Таким образом, человек, помещаясь в такую капсулу, через некоторое количество времени расслабляется и перестает ощущать свое тело. Ну, потому что он как будто на облачке покачивается. Там непонятно, где там закончилась рука или нога, где началась эта жидкость, потому что такое все вязкое. У нас нет температурных, то есть, не задействуются температурные рецепторы. Абсолютная темнота и абсолютная тишина. Человек открыл глаза, темно, закрыл глаза, темно. Если он что-то видит, это он видит только то, что выходит изнутри. Это идеальный экран, когда психика начинает выдавать то, что есть только у него. Человек говорит, что это там ужасно, я там вот выбегу, у меня клаустрофобия. Нет, большая часть людей находит эту процедуру весьма приятной. И если она правильно организована, да, действительно, тоже имеет достаточно мощный антистралийсовый эффект. Не слышал о такой процедуре, но то, что вы мне рассказали, это мне напоминает то состояние, в которое я иногда вхожу, ну, путем аутотренинга, да, то есть, я там при засыпании точно так же стараюсь раствориться в пространстве и перестаю ощущать себя, я как-то... Можно добиться и иными способами. Проблема в том, что самые последние у нас будут уходить, вот эти вот физические, кинестетические ощущения. Потому что все-таки, ну, если вы лежите, там это вот, там, либо кровать, либо если сидите, то это кресло. То есть, телесные вот эти сигналы, они нас будут отвлекать как-то. А там, получается, идеальные условия, когда мы просто растворяем, по сути, вот эти... То есть, это не только на уровне мыслей, но и на уровне физиологии и тела. И таким образом, дело же не в том, что просто приятно полежать в ванночке. Допустим, почему их, ну, тоже делают курсами? Потому что, допустим, такой сеанс, такое вот мероприятие, он имеет шлейф. Человек вышел из этого уже, допустим, вот там смыл себя всю соль, там просто сидит, там пьет чай какое-то время, либо идет домой. А вот это ощущение расслабления каждой клеточки тела, его продолжает... Остается надолго, да? ...преследовать. То есть, это как шлейф. Допустим, если человек находится, ну, вот в таких не очень хороших состояниях, то есть, мы не говорим сейчас экстремальные нагрузки, а вот, ну, такой как-то средний уровень депрессивности, вот состояние, которое многих начинают преследовать по осени. Ну, да, вот в таких не очень... То есть, такая процедура может вообще снимать этот, да? Да, наверное, это снимает. Ну, я впервые слышу об этом. В Питере у нас есть такие... Да, конечно. Это еще с 60-х годов, когда начинались опыты вот с измененными состояниями сознания, там, вот лилии и так далее, там не делали барокамеры. То есть, ну, вот современные капсулы флуатинга – это результат вот тех исследований, которые тогда были. Ну, интересно, а еще у вас какие-то есть секреты, о которых я не знал и не слышал? Слушайте, ну, вы наверняка знаете большую часть секретов, которые... Ну, они не секреты. То, что мы говорим, это же человечество уже не первую тысячу лет живет. То есть, это все так или иначе известно. То есть, просто это технологии, которые позволяют то же самое, вот, но быстрее, удобнее, вот, с меньшими затратами, может быть, получать. То есть, ну, вы наверняка знаете, допустим, а то, что в ряде, там, вот, зарубежных клиник, если мы говорим о лечении депрессивных состояний, используется лечебное голодание. Ну, да, да. То есть, ну, казалось бы, голодание – это же еще больше стресса. Но, тем не менее, после, там, второго-третьего дня, когда организм начинает переходить на кетозное питание, ну, то есть, мы уже голода не чувствуем. То есть, это, вот, там, первый день он есть, во второй немножко есть. Начиная с третьего дня голод человек не чувствует. Опять же, я никого не призываю делать это самостоятельно. То есть, еще раз, лечебное голодание – это медицинская процедура, которая, ну, хотя бы первый раз желательно проходить именно вот под наблюдением специалистов. Но, начиная с третьего, четвертого, пятого дня, то, что человека беспокоило перед началом этой процедуры, в том числе какие-то, ну, может быть, вот такие, там, депрессивные состояния начинают уходить. Настолько далеко организм переходит вот в этот режим, ну, по сути, выживания. Это, опять же, наша природная, вот, особенность. Ну, вы знаете, вот для меня тоже это такой новый взгляд. Я ведь сам лично проходил такие достаточно продолжительные циклы голодания. Но я как-то вот насчет психики и психологических эффектов не присматривался. Я больше к телесным последствиям и так далее. Я единственное, да, я вот сейчас понял, что, наверное, надо будет повнимательнее посмотреть за этим, потому что я единственное, что для себя сделал однозначный вывод, вот, из моей практики. Я никакого близкого даже ощущения голода у меня нет после третьего, четвертого дня. Но только в том случае, если я при этом серьезные физические нагрузки испытываю. Если я лег и голодаю, как я помню, мы начинали, то это действительно помереть можно, что называется. Более того, если человек, ну, действительно, такую процедуру проходит, ну, то есть, это медицинская процедура, где там каждый день расписан, ну, там немножко уменьшают какие-то вот сильные нагрузки на тело, но там ходьба, либо бег, либо плавание, либо дорожка, то есть, обязательно должны быть для того, чтобы помогать человеку справляться с выходом, вот, как раз, метаболитов, которые организм начинает выводить, очищаясь от, ну, старых больных клеточек. За это Нобелев куда-лиф, японцев, за открытие процесса аутофагии. То есть, считалось, что, к примеру, там, тяжелые металлы у нас накапливаются в организме, и там ряд из них не выводится вообще никогда. И это правда, но в обычном состоянии не выводится. То есть, если человек помещается вот в такие условия контролируемого стресса, выводится. Еще как выводится. Ну, да, безусловно, для этого нужна мобилизация. И поскольку это природный механизм, который, ну, вот, грубо говоря, у нас же на протяжении нашей истории эволюции никогда не было заполнено холодильников. То есть, это вот последний век они переполнены, что тоже влечет в другие проблемы. Там, допустим, охотник погнался за добычей, и если он ее не поймал, он голодает. Он и те, кто рядом с ним. И поэтому на следующий день нейрончики головного мозга начинают двигаться гораздо более активно, чем он, потому что, мы понимаем, там, еще пару раз, и дальше он уже вообще никуда не побежит. Да, включается режим наживания уже. На грани, когда мы помещаем себя на грани выживания, у нас открываются резервы, которые недоступны в обычном состоянии. И как раз это открывает достаточно большие возможности для развития. А вот у меня, в моей практике, ситуации были, когда у человека не включается вообще вот состояние глубокого сна. Какие-то у вас могут быть толкования. Могут ли быть такие зажимы, когда вот режим энергетического подъема просто включен, и он не выключается, что называется. То есть, на выдохе нет ничего. Вся жизнь на вдохе. Такое вот возможно. И что это, как это истолковать? Должно быть у этого человека внутри вечный двигатель. Ну, по классике. Пока наша жизнь устает и падает, а потом все равно через два часа и опять начинает так же не на отдых, а вот только на… Если мы будем говорить, допустим, о традиционном подходе, то жизнь – это циклы напряжения, расслабления. Напряжение, расслабление. Если мы не можем полностью расслабиться, мы в следующий раз не так сильно сможем напрячься. То есть, это может быть в краткосроке. Скажем, если это идет на длительных периодах, ну, по классике. Если он не открыл себе источник вечной молодости, это не очень хорошо для организма. Хотя, допустим, могут быть исключения, допустим, дробный сон. То есть, мы знаем о том, что есть культуры, где люди, допустим, не 8 часов, как мы привыкли, допустим, спят, а, допустим, по 15-20 минут, но там несколько часов. А, и это тоже… И это тоже возможно. Возможно, да. У них иные циклы. То есть, это не значит, что они не спят. Они все равно спят. Просто по-другому, иначе, чем мы. Это я, как бы, так сказать, и, пожалуй, впервые от вас слышу дробный сон. И это тоже один из вариантов специфики, как бы, так, конкретного организма. Конечно. Ну, скажем, эти исследования были в культурах таких, которые в джунглях, амазонки очень племенами живут, в условиях внешней агрессивной среды. То есть, когда человек не может расслабиться для того, чтобы позволить себе там спать, там, 8 часов, они все время напряжены. И они спят какое-то небольшое количество времени. Ну, да. По очереди, что называется. В Питере очень это проблемно для многих характерно, потому что у нас вот по весне начинаются белые ночи, которые сбивают вот эти вот циркадные ритмы. Там очень много у кого. Потом зимой и солнце вообще перестает восходить. Ну, и, естественно, вот этот природный механизм, когда, допустим, увидел солнышко, проснулся, стемнело, уснул, он у нас сбивается. Поэтому в Санкт-Петербурге очень много у кого сбитые ритмы. Ну, я понял, что такому человеку, может быть, не стоит ориентироваться на общепринятое, а надо найти свой собственный ритм, да, который его устроит, возможно. Конечно. Тут нет единых для всех советов, которые были бы универсальны. Ну, что, Викторович, тогда, если у вас есть еще какие-то заветные подсказки, то я прошу еще их озвучить. Ну, и, может быть, мы уже будем тогда завершать наш разговор. Есть ли у вас еще что-то такое, что нельзя не сказать? Слушайте, ну, то, о чем мы сейчас говорим, на самом деле, известно уже не первое тысячелетие. То есть это не какой-то лайфхак, который мы изобрели. Это не открытие, о котором больше никто не знает. Просто те технологии, которым пользуемся мы, к сожалению, к очень большому, являются очень малораспространенными. У нас, к сожалению, бывает такая ситуация, когда, изобретя что-то, вот, и, там, являясь первооткрывателями каких-то природных законов, явлений, мы не в самых первых рядах по внедрению и использованию наших же открытий. Поэтому мы стараемся использовать и применять то, что есть в разных уголках мира для того, чтобы, вот, повышать эффективность. Ну, для чего, там, допустим, для того, чтобы просто повысить качество своей жизни или пройти полиграф или нормализовать отношения. Это уже решает сам человек. Ну, спасибо вам тогда за то, что вы обобщили, действительно, вот, опыт, накопленный вообще в проблемах борьбы со стрессом. Мне кажется, что это очень важное направление сегодня. Хотел вас поблагодарить за встречу. Вам большое спасибо. Вам успехов во всех ваших делах. Ну, и, а зрителям нашим стараться всё-таки жить так, чтобы не оказываться в стрессовых ситуациях. По возможностям. Да, так что, всего вам доброго. Благодарю. Благополучия, счастья, здоровья. Да, благодарю.